Спасибо, что смотрите телеканал «Атамикен Бизнес». Это программа «Время говорить». У нас разработан новый проект закона по вопросам реформирования жилищной политики. Вот так официально называется. Об этом стало известно у нас накануне по итогам заседания правительства. Вот нам сейчас показывают. Собственно, он и обсуждался. Что там есть? Предлагается у нас предоставить право местным исполнительным органам изымать земельные участки для строительства жилья и социальных объектов. Школы, больницы имеются в виду за счет собственных средств застройщика при условии предоставления 50% от объема строящегося жилья по ценовым параметрам, установленным в госпрограмме Нурлыжер. Это есть один момент. Далее, вместе с этим, в случае строительства этих объектов на собственных участках застройщика предлагается предоставление альтернативных земельных участков или возмещения застрад застройщика. Вот такой момент я пока хочу обратить на это внимание. Конечно, есть еще и нововведения по поводу арендного жилья, по поводу строительства в целом. Вот давайте послушаем, что сказал премьер, кстати. Для реализации поставленных масштабных задач реформируется жилищная политика. Новый комплекс мер предусматривает дальнейшее повышение доступности жилья, стимулирование притока инвестиций частных застройщиков в строительство арендного жилья. Разработаны подходы по увеличению объема финансирования жилья на рыночных условиях. Основным инструментом в данной работе является созданная отбасы банк, которая будет централизованно формировать и вести очередь нуждающихся граждан, реализуя им льготное жилье в рамках госпрограммы Нурлэжер. Добрый день. Да, я ознакомился с информацией, которая обсуждается в правительстве. Но, знаете, сейчас рано об этом говорить, но что касается любого вмешательства в рыночные условия, как правило, они показывают, скажем так, не всегда свою эффективность. То есть рынок всегда регулирует себя сам. Если мы говорим о том, что необходимо выделение земельных участков дополнительного стимулирования строительства социального жилья, безусловно, это важные и нужные меры. Если же мы говорим о регулировании рынка частного застройщика, девелопера, инвестора, то здесь надо быть вдвойне аккуратным и в первую очередь вести диалог с самим профессиональным сообществом, прислушиваясь и, на самом деле, ориентируясь именно на их мнение. Поэтому, насколько этот законопроект будет эффективным, время покажет. Я, конечно же, надеюсь, что эти изменения позволят вывести строительную отрасль на новый качественный уровень. Почему вы говорите о вмешательстве? И вообще, в целом, у вас как будто бы таковое опасение в словах сквозит. Все же, я смотрю, здесь создаются условия. Логика такая, я так понимаю, да, у правительства? Для комфортной работы. Безусловно. Безусловно. Но важно, в первую очередь, контролировать качество того продукта, который выходит на рынок. В первую очередь, для социального жилья. Сейчас мы видим по ряду проектов, что качество жилья страдает. Если же мы говорим про коммерческую сторону рынка, то здесь сами застройщики, сами девелоперы, само профессиональное сообщество начинает приводить к балансу цену и само качество. Потому что есть несколько факторов, которые, скажем так, давят. И застройщик обязан выдавать более лучший продукт. В противном случае, у него просто его никто не купит. Что касается стимулирования в целом отрасли, то прошлый год он на самом деле был рекордный. Давайте уже посмотрим, что будем оперировать тем, что у нас есть. В прошлом году был введен общий объем 15 миллионов 329 тысяч квадратных метров. Это рекорд, абсолютный рекорд по всему Казахстану. Это более 17 процентов, чем годом ранее. На минуточку мы находились в изоляции, мы находились и находимся в ситуации коронакризиса или пандемии. И даже несмотря на это, уже предпринятые меры правительством простимулировали отрасли. И мы увидели новые рекорды. Нурсултан отличился. Более 3 миллионов квадратных метров было введено. Это новый абсолютный рекорд среди всех городов Казахстана. Поэтому, безусловно, предпринимаемые меры однозначно имеют эффект. Цифры говорят сами за себя. Это первое. Второе. То, что рынок начинает параллельно саморегулированием заниматься, это здорово. Но самое главное, этому не надо мешать. Этому надо, наоборот, способствовать. Новые меры, вы знаете, пока не до конца могу дать полную оценку, потому что документы, с которыми я знакомился, он пока не полноценен. Поэтому посмотрим, когда выйдет уже полный законопроект, и мы сможем дать ему полноценную оценку. Сейчас мы подключим вашего коллегу. У нас есть еще один эксперт, я напоминаю. Да, пожалуйста, Виктор, вам слово. Он представляет наш Ассоциацию застройщиков. Если можно, в двух словах. Успели ознакомиться с вот этим документом или нет? И я знаю, что вы противник этих изменений. А почему? Добрый день, коллеги. С изменениями мы ознакомились. Ознакомились. Ознакомились тщательно, потому что строительная отрасль – это локомотив, по сути, государства, на чем еще будет развиваться государство, если не на строительстве. Если смотреть эти поправки в деталях, я хочу разложить немного. К чему ведут эти поправки? В целом, в моем понимании, что премьер-министра и министра мир ввели в заблуждение этими поправками. Те поправки, которые сейчас предлагаются, предлагают ужесточить деятельность банка второго уровня, ввести уголовную ответственность экспертов банка за несогласование, что в результате повлечет увеличение процентной ставки по кредитам для застройщиков и повлечет увеличение отказов в выдаче кредитов для застройщиков. Следующий момент – это ужесточение деятельности уполномоченных компаний, которые работают по закону о долевом участии. Соответственно, вводится уголовная ответственность для застройщиков, что мы считаем мерой преждевременной. Если смотреть в целом работу закона о долевом участии в жилищном строительстве, то за период с его введения до сегодняшнего дня ни один из застройщиков, который работал по закону, не допустил дефолта и работает, по сути, исполняет свои обязательства. Теперь, если же говорить о следующем, исключается один из важных способов привлечения средств долщиков – это каркас. Вместо него государство хочет ввести монополию КЖК – это казахстанская жилищная компания, единый оператор жилищного строительства. Вводится монополия КЖК, он наделяется единоличным правом практически привлекать деньги дольщиков, он вменяет застройщикам, за свои обязательства перед дольщиками, за те деньги, которые привлек КЖК, нести субсидиарную ответственность. В целом, мы считаем, что это изменение существенно увеличивает долю государства в сфере строительства, нарушает… Что в этом плохого? Что в этом плохого? Объясните популярно, потому что я так понимаю, что на государство, как домоклов меч, это висит те, кто нуждается в квартирах. У нас там, по-моему, полмиллиона и очередь по 50 тысяч ежегодно прибавляется. Это же огромное… Государство что-то хочет сделать. Я вот вижу это так. Государство что-то хочет сделать, но что-то хочет сделать немного не теми методами, которые нужны. Ассоциация застройщиков уже два года бьется целью того, чтобы упростить требования закона о долевом участии в жилищном строительстве. Сейчас эти требования усугубляют. Вот все нормы закона, которые я перечислил, они в результате приведут к тому, что стоимость строительства увеличится в среднем на 5%. Это каскадом отразится на ценовой политике застройщиков на ценах на жилье. Это увеличит процентные ставки банков второго уровня, я уже сказал это это, либо отказы от кредитования. И это увеличит сроки строительства, так как процедуры, которые предусмотрены в этом законе, они более длительные, они занимают больше времени, занимают больше предпроверки. Те механизмы, которые были заложены в законе, они работают в должной мере. Единственную проблему, которую в свое время в других поправках хотела решить Ассоциация застройщиков Казахстана, это именно работа, надлежащая работа госорганов по исключению с рынка, по недопущению строительства домов и реализации квартир в обход закона. Только эти меры нужны на данный момент. В остальном это будет лишнее вмешательство и очень большая проблема для строительного бизнеса всего. Да, вот по поводу момента, что есть у нас застройщики недобросовестные, которые не участвуют в механизмах, которые государство предоставит, механизм гарантирования, чтобы не было у нас проблем с дольщиками. Вот я предлагаю послушать маленькое выступление председателя правления холдинга Байтерек, вот что он говорит, точнее заявил вчера на правительстве. Отдельной проблемой является нарушение недобросовестными застройщиками законодательства в сфере долевого жилищного строительства. За прошедшие два года было выявлено 123 таких компаний. Финансово неустойчивые компании открыто привлекают вклады населения через различные кооперативы, союзы, боевые взносы, обещая качественное и недорогое жилье. При этом никто не гарантирует в данном случае завершение строительства. Ну вот, смотрите, получается у нас логика вот, в этом есть, да? То есть до сих пор у нас всякие махинации, государство не хочет брать на себя лишнюю нагрузку, если люди где-то использовали, пытались купить, но их обманули. То есть вот здесь я понимаю логику, да? Это вы поддержите? Я с этим полностью согласен, что механизмы, которые были заложены в закон, они работают в недолжной мере. В законе не заложена ответственность местных исполнительных органов, четкая закрепленная ответственность по контролю рынка, по мониторингу рынка, по привлечению застройщиков к ответственности. Те же 123 застройщика в масштабах республик Казахстан, это мизер. Нарушений гораздо больше. Мы об этих нарушениях писали неоднократно, но в данном случае местные исполнительные органы должны пресекать эти нарушения. Как обычно у нас регионы что-то где-то не дорабатывают. Вот по всем направлениям у нас в регионах, как обычно, проблемы. Да, господин Тетин, вы же хотели что-то сказать. Да, совершенно верно. Я, Виктор, с вами полностью согласен. Есть существующие нормативные акты, которые уже показали свою эффективность. Безусловно, есть узкие места, которые надо усиливать. В первую очередь, это привлечение дольщиков в кооперативы, КСК. Над этим надо поработать, уточнить законопроект, потому что есть существующих три полноценных способа привлечения дольщиков. Они рабочие, они показывают свою эффективность. И вносить кардинальные изменения в закон и взращивать монополиста, особенно в лице государства. Мое мнение, это опасно. Поэтому, господа, надо еще раз взвесить все за и против. Обращаю внимание, выстроить открытый диалог с профессиональными сообществами и только после этого приходить к конкретным уже мерам по согласованию этого проекта. Да, да, вы знаете, вот у меня складывается просто впечатление в ходе разговора с вами, что, собственно, такого диалога-то и не было, получается. Потому что уже сейчас стоит, вот где у меня информация здесь была, что премьер сказал. Вот, цитата. Для эффективной реализации новых подходов, ну, в смысле, жилищной политики, реформирования, необходимо ускорить принятие соответствующих законодательных поправок. Поручаю Министерству индустрии и инфраструктуры развития до 25 марта текущего года внести в правительство соответствующий законопроект. То есть уже он будет в правительстве, потом быстренько уйдет в мажорист и все. С вами не советовали, что ли? Нет, у бизнес-сообщества внесение данных поправок, не консультировались по вопросу внесения данных поправок. Никто ни у кого не спросил. Это инициатива КЖК, которую внесли в правительство и хотят протащить в обход бизнес-сообщества. Я так понимаю, что здесь пострадают не только застройщики, но и потребители? То есть никакой речи не... Почему? Премьер, когда говорил, вот только что я поставил вам фрагмент, он говорит о доступности. Нам нужна доступность, стимулирование привлечения инвестиций и так далее. То есть доступность вообще никак не перекрывает вот эти новые поправки, да? Те нормы, о которых я проговорил, они доступность не увеличат. Никоим образом. Они только создадут квази-государственного Франкенштейна, который поглотит в себя все. И привлечение средств дольщиков, и заключение договоров с заказчиками, застройщиками, и финансирование этих застройщиков, и передача этого жилья, и передача в аренду этого жилья. Если судить о той модели, которая изначально была, это фонд гарантирования жилищного строительства, именно эта модель была правильная. Она была построена на основе корейской модели и работала в должной мере, и в полном объеме. Если говорить о текущей ситуации, о едином операторе жилищного строительства, то единый оператор за весь период своего действия выдал только 3 или 4 гарантии, я сейчас могу ошибаться, но в единицах буквально, не в десятках. Поэтому эффективность данной организации я бы поставил под сомнение. Давайте послушаем еще маленькое выступление, фрагмент выступления премьер-министра, пожалуйста. Всего в текущем году предусмотрено сдать 17 миллионов квадратных метров жилья, что больше в сравнении с прошлым годом почти на 2 миллиона квадратных метров. В рамках развития отечественного производства импортируемых строительных материалов в ближайшее время планируется реализовать проекты частных инвесторов общей стоимостью свыше 63 миллиардов тенге по производству газобетонных блоков, фасадных фиброцементных плит, теплоизоляционных материалов, сэндвич панелей, железобетонных конструкций, керамических плит. Коллеги, ну вот получается, реализуя вот эти поправки, изменяя все, проводя эту реформу, мы получим 17 миллионов, ну если жилья, да, вот в этом году. А вы говорите, что нет, не получим. Так получается, что ли? Вопрос какой ценой, но его получим. У нас только такое количество жилья. Да, 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 пожалуйста. Мы получим в результате следующее. С момента введения норм этого закона в силу застройщики приостановят старт новых проектов и скорее всего, возможно это в этом году не отразится так сильно, но в следующем году у нас будет колоссальное падение объемов строительства частными застройщиками. А это, ну, очень большая доля в общих объемах строительства. Да, господин Третьев, пожалуйста. Дело в том, что вы видите, Виктор, вы затронули эту тему. ФГЖС работал последние, наверное, 4 года. Они 4 года выстраивали этот механизм предоставления лицензии на привлечение дольщиков. И от года к года они, наверное, росли в 2 раза. И это замечательно. Этот инструмент, он был и остается на сегодняшний день рабочим. Я, ну, рекомендую продолжить развитие этого направления, но никаким образом не ужесточение мер по привлечению дополнительного финансирования и прочее. Поэтому, господа, давайте взвесим, давайте не будем никуда спешить. Понятно. Что нам пишут телезрители, так это... Да, спасибо за вопрос, который присылаете по WhatsApp. Вот смотрите, из-за того, что нет реального рыночного механизма урегулирования цен, простенькие квартиры стоят, как коттеджи за границей. Одно мнение. Потом, каждый год жилья сдается миллионами квадратов, о чем мы с вами говорим, квадратов, а цены растут все больше и больше. В основном покупать квартиры, у кого уже несколько квартир. Далее, что нам пишут? Так, так, так. У нас тяжело собрать деньги, тяжело оформить. Каждый шаг, плати, заявка стоит денег. Каждый месяц немыслимые проценты. Так, вот из Кустаная вопрос. Очередь только сирот Кустаная, 2077 человек. 50 квартир выделят в этом году для очередневых. Я сам стою, 338-й. Сирота с 2011 года, 11-й год стою в очереди. Ну, давайте под конец прокомментируем вопрос цен, ну и вопрос доступности, опять же. Нас опять возвращают телезрители в это ложе. Да, Виктор, пожалуйста. Что касается ценовой политики, по сути, государство уже свое сказало. Сейчас, на данный момент, хотят ввести, опять же, элементы регулирования ценовой политики. Что, естественно, на частных застройщиков отразится непосредственно. При этом мы уже за районе проговаривали, говорили об этом в прошлом году. О том, что программы, которые введены государством, они заведомо ведут к тому, что цены будут расти. Введенная программа 7-20-25, она показала свою полную неэффективность. Она не оправдала себя. В результате, эту программу открыли только для введенного в эксплуатацию жилья и только для тех квартир, которые получили гарантию фонда гарантирования. В результате, емкость рынка сузилась до таких пределов, что квартир на рынке не осталось для этой программы. После ввода в эксплуатацию мы все понимаем, что остается там не более 10% жилья, а, соответственно, этим рынок не накормить. Следующая программа 5-10-20, аналогичный механизм. Сейчас по распаковке пенсионных накоплений, опять же, убиваемся об эту же стену. Вводим ограничения по тому, что пенсионные накопления мы можем распечатать только в том случае, если мы приобретаем квартиру, прогарантированную единым оператором жилищного строительства. На данный момент в Нур-Султане 10 жилых комплексов, жилых домов вернее, которые прогарантированы. И в этих жилых домах нет квартир. Они все проданы. Куда идем? Я сомневаюсь, что это эффективно. И, естественно, это отражается на ценовой политике застройщиков. Спрос рождает предложение. Да, господин Теренцов, пожалуйста, и мы завершаем. Коротко. Вы знаете, любое изменение цены, оно должно быть подкреплено конечным спросом. Мы увидели, как пошла вверх стоимость квадратного метра. В среднем за январь были данные, что в среднем по Казахстану рост составил 10%. Но, господа, опять же, нельзя мерить средними показателями. У каждого конкретного индивидуального случая есть конкретная цена. И тот продукт, который есть, если у меня недостаточно денег, или я не готов платить за то качество, которое мне предлагают, я не буду этого делать. Потому что каждый из нас, в первую очередь, здравомыслящий. И создавшийся информационный шум вокруг привлечения пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий – это всего лишь временный информационный шум, который отразился на каких-то бумажных цифрах. По факту, если я ищу на сегодняшний момент квартиру для себя, я прикладываю определенные усилия, я торгуюсь, я обосновываю целесообразность той или иной цены. Поэтому всегда от общего я призываю переходить к частному, конкретным случаям, которые показывают саморегулирование рынком. Спрос рождает предложение. Предложение всегда подстраивается под спрос. Но любые искусственные мероприятия приводят только лишь к перегреву ситуации, не наоборот затормаживают развитие, естественно, развитие рынка. Спасибо большое. На этом все. Спасибо большое. Напомню, это была программа «Время говорить». Смотрите каждый будний день на телеканале «Томикен Бизнес» и, конечно, на сайте inbusiness.kz. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok